Далее на этом же окне, или как сказать, на этой же лоджии у меня стоит фаленопсис, который я забрала у мамы на сдачи. Три остальных у нее в очень хорошем состоянии. Они сейчас даже цветут, правда мама жалуется, что очень как-то скудно, ей бы хотелось прям целую шапку. Я говорю, мам, мы эти орхидеи с весны, считай, мы им наращиваем корневую систему. Там практически было все в отгнившем состоянии. Какое цветение пышное ты хочешь? Ну и плюс у мамы тоже нет досветки, а у нее сейчас, как вы понимаете, тоже зима. Вот. Несмотря на то, что они поменяли окна на новые, более светлые, просторные, все равно орхидеям этого мало, катастрофически мало. Почему я забрала этот фаленопсис? Кстати, пока я его забирала по холоду, несколько часов везла, я его подморозила. Вот, я его забрала, потому что та корневая, которая наросла у мамы за лето взамен практически полностью сгнившей магазинной, вот она вся была устремлена вверх. Если найду фотографию, поставлю, короче, вот так вот корни шли, да, от шейки они шли вверх. Вот прям параллельно листьям, знаете, у меня была такая чаша из листьев и потом чаша из корней. Снизу не было ничего. Я забрала, думаю, наверное, многовато воды или долго не просыхает субстрат. Короче, забрала, теперь вот направила после размочки эти корни куда-то вниз туда, присыпала. И теперь он, короче, думает, то ли он обиделся, то ли он не обиделся на меня. Ну, посмотрим, ждем весны. У него, вообще-то, весеннее цветение. Чего у него, мам, начали цвести зимой, понятия не имею. Второй раз за год с перепугу какого-то решили зацвести. Далее у меня стоит реанимашка или бывшая реанимашка. Не знаю, уже можно расслабиться или еще продолжать, что называется, его спасать изо всех сил. Да не, на самом деле, ребят, я его не спасаю. Я на него уже давно забила, я поняла, что у него новые листья, там внутри новые корни. И вообще отстала от него. Вот, он у меня за лето передумал помирать. Муж его так поливал достаточно редко, но зато залил он на всю ночь в ванну. Вот, и когда я приехала, его сосед по парте, что называется, откинул копыта, а этот живой. У него вот там вот корешочек такой толстый уходит вглубь горшка. Ну, короче, я считаю, что его можно из разряда реанимашек уже перевести в разряд, как сказать, благонадежных граждан. Покажу его цветение, очень красивая, мультифлора. Белая, но какая-то, знаете, такая вся хищная за счет пятнистой губы. Так, давайте, пока я придумала, как подсветить ему листики, посмотрим. Ой, какие запаленные они все, слушайте. Пока он реанимировался, у него пятнистость какая-то вылезла. А новый листик хороший идет, ть-ть-ть-ть-фу. А рядом с ним стоит еще одна бывшая арианимашка. Их у меня две. Та, которая в лучшем состоянии. Она сейчас на даче у родителей. Я вам ее показывала в октябре. Был у меня ролик про нее. Она на фоне нашего пудика как раз так красиво стояла. Она цвела второй раз за год. Первый раз весеннее у нее было цветение. И вот в октябре, в ноябре. Сейчас, по-моему, она цвела. Но вот не знаю, поедем, посмотрим. А этот был совсем с погибшей корневой системой. Ну, прям там совсем ловить было нечего. Я потом поставлю фотографию, увидите. Но, тем не менее, у мамы, которой он нарастил корневую, считай, заново. А этот ему что-то не хватает. Здоровья, видимо, ему не хватает. Потому что там, вот если раскопать сейчас пенопласт с редкими вкраплениями муха и коры, и каких-то волокон кокосовых, которые затесались в субстрат, вот, если это все сделать, отогнуть от шейки, вы увидите, что там такие слабые-слабые попытки корнения. Там такие, знаете, корешочки тоненькие. И они как червички все в перетяжечках. Это значит, орхидея делала несколько попыток раскуклить корень, начать его доращивать, и потом опять закукливала. Вот, дело не в субстрате. У меня и в пустых горшках орхидеи, если у них орхидный бог им здоровья отсыпал щедро, у них все наращивается прекрасно и так, в сухую, что называется. Вот, этот фольнопсис поливается. Вы не смотрите на тургор старых обрезанных листьев. Сами листья очень плотные такие, просто они в морщинку. Но это совсем уже старенькие магазинные листья. Отмирать им еще пока рано. Вот, фотосинтез, работу по фотосинтезу они выполняют. Но чтобы орхидея при отсутствии корней не теряла влагу в такой период, как, например, лето или вот в районе батареи она у меня стояла, я старые листья вообще обрезала, думаю, ну и пускай. Фотосинтезируют, но зато лишней влаги не испаряют. У нас ее и так в дефиците. Я давно уже не знаю, что там у нас в горшке. Я могу только вот верхние пару-тройку сантиметров отогнуть от шейки. Новых корней там нет. Что ниже находится, я, честно говоря, трогать не хочу. Но растет в себе растенька и растет. По весне может быть, может быть, палочкой тоненькой туда подлезу и посмотрю, что там вообще происходит. Интересно же посмотреть. Тот, который у мамы, еще раз говорю, они были абсолютно одинаковые. В одинаково ужасном состоянии. Я их купила, но тот, который у мамы, он себя ведет лучше. Так, что у меня с фокусом сегодня? У меня фокус сегодня не в фокусе. Безобразие какое-то. Я прошу прощения, только сейчас я поняла, что я снимаю какого-то ежика в тумане. Так, далее здесь же, на этом подоконнике. Те две бульбочки, которые от какой-то брасии в магазине ОБИ отвалились, когда горшок, задетый кем-то из посетителей, упал прямо вот в проем между рядами орхидейными. Вот, это совсем что-то усохло, но у нее там корней вообще нет. И та маленькая пимпочка, которая была, у нее, по-моему, она так и не увеличилась. Но, может быть, миллиметры внутри она подросла, не больше. А вот у этого дела обстоят лучше, несмотря на то, что пожелтел абсолютно и скоро отвалится лист. Несмотря на высохшую, просто, знаете, такое печеное яблоко получилось у меня на вид, но на ощупь как сухарь. Но, тем не менее, зеленая почечка, которая была в основании, она сейчас превращается уже в такой хороший рост. Ростик. Всех весит это слово, нет? Вот, скоро у нас здесь будет прям такая, знаете, псевдобульба новая колосица, и у нее есть маленький-маленький корешок. И я вот вам демонстрирую его. Посадку этих двух бульбочек я вам показывала. Просто кора. Редко-редко попадаются волокна мха, я его не выбирала особо. Вот, и я думаю, что эта бульба старая со временем отомрет. Очень надеюсь, что к тому моменту у малыша, у этого будет достаточно силенок и, главное, корней, чтобы, оставшись в одиночестве, не погибнуть. Снова переносимся в ванную, где у меня стоит после полива несколько орхидей. Значит, этот у нас красавчик с такими темными-темными бутончиками. Они еще совсем маленькие, но уже виден цвет. Мне так это нравится и количество радует, если я опять его не заморожу на окне, а стоит он очень близко к холодному стеклу и в той части лоджии, где самая низкая температура. Вот, мне его отдали когда-то в офисе одной жилищной организации, сказали, забирай, а то все равно сдохнет. Ну вот, короче, забрала, он не сдох. Не могу сказать, что прям я сильно счастлива видеть его корни. Они очень долго выманивались, выползали, теперь они не очень-то быстро растут. Я думаю, что, может быть, ему субстрат сплотноват, потому что, видите, корень, который изначально устремился вниз туда, он сейчас делает вот финт ушами, я про левый корень, который ближе всего к моей руке, как будто бы разворачивается, знаете, вот, хотя поливается он очень-очень редко. Так, ну, листья плотные. Листья вообще никогда не показывают потери тургора, что ему что-то не то, что он хочет пить. Знаете, если бы я просто периодически не вспоминала про него, все, фокус есть. Если бы я периодически не вспоминала про него и не тащила его в ванну поливаться, он бы, наверное, вообще воду видел раз в полтора месяца. Ну, вот такой вот он. Что я буду делать? Что я буду кормить и вообще поить насильно? Вот такой красавчик. Как цветет, не знаю. Когда расцветет, расскажу. Но уже видно, что это будет что-то очень-очень темное. И, как мне в офисе сказали, очень красивое. Следующий на очереди Таймшин Интерест. Он немножечко был помят в давке в метро. Вот, в час пик, пока ехал ко мне. У него тоненький-тоненький, очень тонкий, хрупкий цветонос. Очень медленно растет. Вот, нижний желтеющий лист, это еще какой-то, знаете, ювенильный листик. Я за ним так это слежу. Он не меняется особо сильно. Вот, я его не отрезаю. Так, если бы пластик был более прозрачным, вы бы увидели, какое количество там корней. О, новая пимпочка, привет. Вот, то есть, корница, он параллельно просто вот цветоноса вот этого. Вот, видите, сколько заплаточек. Ну, вот, прям на меня в метро свалился практически один гражданин, который не хотел держаться за поручни. Вагон тряхнуло, и мы вместе с Таймшином Интерестом чуть на полу не оказались. Далее в новый горшок переехали мои близнецы. Это лошадки и гугошки, как мы их в сыре называем. Такой вот цветоносик. Один, правда, на двоих выпустил. Тоже стоит в холоде. Мне кажется, это ему не очень нравится. Но вот сейчас будет подсветка, и я его перемещу вглубь комнаты, где у меня будет смотивирована прям система для орхидей. И тогда, я надеюсь, ему будет и потеплее, и, естественно, посветлее. Так-то он внутри корница, все замечательно. Корни такие, знаете, прям серебряные, красивые. Их много. Вот, лист мы дорастили за это время. Он, правда, немножко более узкий и такой, знаете, странной формы. Вот, посмотрите, предыдущий какой. И вот этот вот вырос. Похожий на длинный зеленый огурец. Равный практически по всей длине. Одинаковый. Так, ну и все. Жалко, что только один решил меня порадовать. У Ири, кстати, тоже же есть игогошка. Вот она тоже сейчас выпустила цветонос. Это вот я показывала вам последствия заливов. Я еще осенью, когда у меня заболели, загнили некоторые орхидейки, я вам показывала после летних мужниных заливов. Я еще говорила, что хорошо, что игогошки не пострадали. Но вот вы видите, постепенно начинают проявляться вот эти вот вдавленности. Вот эту границу я мониторю, она не растет, но степень, скажем так, провалов, степень проваленности, она увеличивается. То есть изначально лист был более гладкий. А я же еще сейчас редко поливаю, он стоит в холоде. Вот немножечко листик усыхает, и вот эти вот все каверны, они становятся прям очень-очень сильно отчетливы, заметны, к сожалению. Но новая ботва, новая листва, она меня радует, и мне кажется, детки подросли. Детки тут вон в таком загогулистом состоянии, что они не хотят разворачивать листья к свету. Да и боже, света нету. Вот, все, лошадей мы обозрели. Далее, далее, прямо вплотную к окну, которая часто открывается на проветривание, стоят две неофинетии. Одна, вернее, нео, чисто белая, она ближе, ближе туда к окну. Вот, а сюда ближе эта неофинетия в кроссе со скатцентромом, по-моему, да? Блин, все время забываю. Вот, и, короче, сидят в одной корзинке, новостей никаких нет, кроме того, что очень сильно подросла вот та детка. Стоят в самом холодном месте, здесь, еще раз говорю, часто идет проветривание, я ее не убираю. Градусник, я сначала думала, что он вообще не умеет показывать температуру ниже, чем 19 градусов. Нет, оказывается, умеет. Недавно я прям на полчаса, прям на улицу, знаете, вот так распахнула окошечко и свою эту корзинку выставила. Вот, температура упала до плюс 9, вот, так что проветривалась моя корзиночка, я ее занесла обратно домой. И ничего с ней не было, ничего ей не было. Вот она последний раз видела, по-моему, месяца полтора назад. Она, это эта корзинка. Вот, поэтому мне не страшно было выставлять ее на пониженную температуру. Ей вообще нужна очень холодная зимовка, но поскольку 9 градусов постоянно я ей не могу обеспечить, то мы иногда выползаем вот так вот на морозец подышать. Ну, морозец, это условно говоря, вы понимаете, да, что минуса на улице нет. Я выставляла ее на улицу тогда, когда на улице было около, наверное, 8-10 градусов. И воткнула туда градусник, вот он показывал 9 градусов, самую нижнюю отметку, да, и тогда уже я ее вот занесла обратно в комнату. Так, ребят, наверное, на этом я закончу свой обзор. Что-то много-много роликов таких минутных, двухминутных наснимала. Сейчас перемиксую с фотографиями, чтобы вы понимали, о чем речь идет, если растение не цветет. И еще у меня есть прекрасная тема для моего будущего ролика. Сейчас вам покажу. Ох, я не вижу... А, вижу, все, наклонила экран. Я вижу, что вы видите. На самом деле, видите, это верх моего шкафа, технического шкафа на лоджии. Там у меня детский сад и такой, знаете, это госпиталь для тех, кому срочно-срочно нужна помощь в виде подсветки. Подсветка у меня линейная вот такая вот. Если выключить основное освещение, можно будет увидеть слегка-слегка розоватый такой оттенок у этих ламп. Это специальные лампы для растений. Я обещала, когда они покажут хорошие результаты, снять обзоры, показать вообще, что было до и после помещения орхидеи под эти лампы. Вот, они классные. Просто, наверное, на Новый год все равно эта тема не будет актуальна. Все уйдут сейчас в резку салатов и так далее. Вот, интернет-магазины сейчас работают с огромными вообще перебоями. Я эту лампу ждала, эти лампы ждала первый раз буквально меньше суток, а второй раз мне их не доставили в пункт выдачи, когда я уже стояла, обивала порог этого пункта выдачи. И мне пришлось возвращаться потом через весь город туда через сутки. Вот, они сказали, что у них страшное количество заказов. Ну, у них вообще такой, знаете, прям консолидированный пункт. Вот, и большой выбор всего-всего-всего в магазине. И поэтому, ну, не только лампы. Видно, просто люди на Новый год делают подарки друг другу. Вот, закрывают какие-то свои гештальты. Вот, и поэтому я сейчас ничего не буду, ни ссылки ставить, ничего. Мне нужно еще разобраться там с одной технической характеристикой. Мне они доложили в одну из коробок деталь. Вот, короче, сейчас я разрулю это дело с ними. И тогда уже смогу после Нового года снимать обзоры. А, кстати, стоит моя стюартиана, если вы ее видите. Длинный такой цветонос тянет к свету. Я ее купила недавно с рук, еще не успела похвастаться и обозреть. Так, ладно, ребята, на этой высокой ноте. Высокой во всех смыслах, потому что я сейчас стою высоко-высоко к окну и к потолку тяну руку. Вот, наверное, соседи напротив, в доме напротив смотрят на меня и удивляются. Вот, значит, на этой высокой ноте я с вами прощаюсь. Еще раз всех с наступающими праздниками. И увидимся обязательно в Новом году. Всех целую.